Мне кажется, правозащитники это вообще люди с обнаженной совестью, обнаженными органами чувств. Другая шкала ценностей. Он имеет право так оценивать эти события. Он имеет право говорить о том, что бомбардировки Германии, фашистской Германии так и не проводились. Это варварство. Имеет право. Он правозащитник. Значит, имеет он право защищать... Мы с тобой, между прочим, мы с тобой в Грузии почти пересеклись. Когда он въехал защищать салютного бандита, который руководитель подмосковных отставников, милиционеров, который перебрался в Грузию... Сталинист еще, да. Сталинист, да. Создал эту организацию и начал накапливать оружие. Эти ребята офигели, арестовали его, хотели его выслать назад в Россию и сказал, нет, я здесь буду бороться с режимом Сакашты. И он поехал его защищать, Сергей Адамович. Имеет право. Он правонощитник. Когда нас с вами арестуют, он будет нас защищать. Защищать наши права. Права адвокатов, права не быть убитыми. Имеет право. Другая шкала ценностей. Он не политик. Много раз об этом говорил. В разных политических партиях нигде не ужился. Потому что не политик. Потому что совесть. А совесть, она политические пристрастия, так сказать, и политические пристрастия не совместимы. Мне кажется, что наш друг, our friend, напрасно пытается использовать Сергея Адамовича, как автора учебника по политологии или по международному праву. Его так использовать нельзя. Он выступает против общественного и социального зла, там, где его видят, не систематизируя понятия. Бомбардировки Дрездена, там и других немецких городов, а также Хиросимы и Нагасаки, не имеют ни малейшего отношения к наличию или отсутствию демократии в Великобритании и США. Это просто другой ряд вопросов. Это война. Здесь надо решать вопрос о том, были ли нарушены Женевские конвенции. Я считаю, что при той степени общественной опасности и злодеяниях, которые совершил Третий рейх, здесь было не до белых перчаток. Тем более, что эта милая публика там готовила уже и атомное оружие, чуточку не успела. И все основания были быстренько это пресечь и Германию заставить задуматься. Это говорит политик Заводворской, не правозащитник. Я не думаю, что там у каждого военного самолета надо было поставить правозащитника. Правозащитники не ведут войну, они устраивают международные конференции. Что касается Японии, то предоставим этот вопрос решать японцам, которые каждый год в годовщину Хиросимы и Нагасаки устраивают поминовения, зажигают свечи, но почему-то обвиняют не американцев, а свой императорский режим, который их довел до трагедии 1945 года. То же самое делают, кстати, и немцы. Сокурова, Солнце, страшный толчок, страшный шок от Хиросимы и Нагасаки кинул Японию и Средневековье глубокого в современную цивилизацию. И когда им предложили их же лидеры, их деятели культуры в лице Юкио-Миссимы вернуться обратно к конфронтации с Западом, к милитаризму, они почему-то не пошли, а закидали помидорами этого Юкио-Миссиму, так что вынудили его даже покончить с собой. Пусть этот вопрос решают японцы. Я вовсе не утверждаю... Ты говоришь, потому что хорошо знаешь, как они решат... Я вовсе не утверждаю, что нести эти атомные бомбы на борту самолетов должны были правозащитники, и что Сергей Адамович Ковалев или я лично были бы для этого пригодны. Не наше это не правозащитное дело, а это было дело военных. Бывают случаи, когда военные не так уж сшиваются, по крайней мере генерал Маккарту, который вытаскивал Японию из Средневековья и учил их с нуля парламентским процедурам, тоже был военным. Вы должны Сергея Адамовича действительно воспринимать как правозащитника. Возможно ли на земле идеальная демократия? Любой христианин знает, что совершенен только Отец наш Небесный, а на земле нет совершенства. Лучший из вариантов демократии, самый продвинутый и самый успешный, которые нам известны, это именно англо-саксонский вариант. Вот эта самая островная демократия лучшего человечества еще не придумала. Значит ли это, что она совершенна, и что государства, которые имеют эту демократию, никогда не совершают ошибок? Это другой ряд понятий совершенно. И какой шок. Сегодня Соединенным Штатам абсолютно пофигу мнение Сергея Адамовича Ковалева о событиях 60-летней или 65-летней давности. Другое дело, ковровые бомбардировки. Да, здесь очень многие тянули Соединенные Штаты назад, наступали им на ноги, говорили разные глупости, но исторически, хотя прошло не так много времени, посмотрите, кто оказался прав. Сегодня Югославия, которая была империей, и потихонечку поедом там они ели друг друга, представляет собой конгломерат демократических государств. И все живут в мире, и все, между прочим, собираются в ЕС, а некоторые и в НАТО. И все это стало результатом тех же самых бомбардировок. Так что история подтвердила здесь правоту Соединенных Штатов. Особенно правозащитники, российские правозащитники, переусердствовали, в свое время однозначно встали на позицию российского правительства. Кроме демократического союза. И это естественно. Демократический союз тоже можно обвинить в туризме. Можно. Но другого толка. Поэтому, смотрите, кто-то сидит по приговору гадского суда, кого-то ищут, все живут в мире, даже Сербия уже готова из-под земли вырыть тех, кого обвинил гадский трибунал. Я помню эти истерики по государственным каналам, когда начались эти бомбардировки. Эти журналисты советские, которые продолжают там же работать, продолжают там что-то говорить. Дима Рогозин, который как только не называл это НАТО, этих американцев. Ладно, Дима, я одного продвинутого оппозиционера знаю, не буду называть фамилию, который подписи собирал. Идет огромная пропагандистская кампания, соблазн у любого политика, популиста, чуть-чуть на этой волне прокатиться, чуть-чуть побольше, на 5-10% получить побольше голосов, соблазн колоссальный. Я знаю даже таких идиотов-правозащитиков, в том числе и штатов, которые заявляли, что они будут ночевать на военных объектах, Ирак-объектах, чтобы Соединенные Штаты не могли бомбить. Даже знаю молодоженов, которые хотели привезти там свою первую брачную ночь. И американцы должны были еще оттаскивать их от этих объектов. Сейчас то же самое происходит в Иране, кстати говоря. Вот поэтому не надо волноваться. Сергей Адамович Ковалев хорош в своем правозащитном ремесле. Сергей Адамович Ковалев хорош в своем правозащитном ремесле.